В этом видео я буду разбирать присланные мне работы моих первокурсников по литературному делу. Значит, задание было такое. Каждый из вас, там три студентки в группе «Русский сектор». Каждый из вас был дан анекдот Молуни-Саредина, то есть литературный рассказ. И первичное задание было такое, значит, поделить текст рассказа, то есть сюжет, на сцены. Просто, без всяких выкрутасов, с помощью пустой строчки поделить вот эти тексты. У Нигяр цена плюхи, у Наргиза носи на здоровье, у Нармин решение могла. Вот мы начинаем, значит, по очередности, как присылали мне работы. Первое прислал Наргиз, потом Нармин, потом в конце Нигяр. Так вот, начнем с Наргиза. Носи на здоровье. Вот, Наргиз, у тебя был такой текст. Вот ты его сейчас, и все вы видите. Ты прислала мне вот в таком виде. Значит, я везде, и в инструкциях, и на занятиях, и потом, значит, через WhatsApp, и говорил, и писал, что не надо писать ничего, никаких вот эта сцена 1, сцена 2, сцена 3, этого ничего писать не надо. Вот это я все, ну, вначале зачеркиваю красным. Ну, в принципе, сейчас я все это удалю, сейчас выделю, все это удалю, потому что это не нужно. Такс. Сейчас, минутку. Такс. 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 Почему я так дотошно подхожу к этому удалению? Я хочу показать вам, что получается в результате. Так. Вы немножко, кажется, поменяли текст. Сейчас посмотрим. Да, вы взяли и сами написали это как в драматургическом формате. А не надо было ничего менять. Просто надо было тупо поделить этот сюжет, этот текст на сцены. Не надо было выделять, вот как вы выделили. Здесь, мол, ла, двоеточие, судья, двоеточие. Во-первых, не судья, а козьи. Вот здесь вы судья написали, а здесь козьи, надо козьи оставить. Так. Дальше. Не надо торопиться. Я же не говорил вам, чтобы вы писали ремарки. Понимаете? Да, я вам послал материалы, чтобы вы просто ознакомились. Но здесь, значит, раньше времени что-то делать не надо было. И вот получается, что, во-первых, вы всё сделали, поставили в центр, выровняли по центру, что не надо было делать абсолютно. Надо было просто, вот как в тексте, ещё раз показываю, вот как в тексте, надо было просто разделить его. Ну, давайте сделаем так, поставим раз. Ну, так плохо будет видно, хорошо. Вот видите, вы так переначиваете всё, и теперь мне разобрать бывает очень сложно. Потому что мне надо показать первоначальный вариант, и что вы натворили. Вот, хорошо, идём. Во-первых, по одной строчке, а не по две. Понимаете? По одной строчке. Видите, простейшее задание, простейшее задание, и вы умудрились его не выполнить так, как я вас требовал. Здесь вообще не должно быть этих интервалов никаких. Так, значит, всё выделяем, ставим, значит, по ширине. И видите, что получается? Вот. Значит, вы, вот видите, эти имена персонажей вы ставили через Enter, 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 тогда как можно было просто написать сначала строчки, а потом выделить, нажать на центровку, и он был бы, и это имя было бы в центре, понимаете? Да. Сейчас, ладно, я сделаю, чтобы это было нормально. Так, значит, в тексте, в оригинальном тексте идёт так, видите, вот эти абзацы. Однажды ночью, вот оригинальный текст. Однажды ночью, возвращаясь домой, мол, Ла заметил лежавшего на улице человека. Подойдя поближе, он узнал в нём пьяного городского козьи. Мол, Ла раздел его и унёс всю одежду. Значит, это у вас одна сцена. Хорошо. Но здесь, на что надо обратить внимание? Что, а может быть, здесь и не одна сцена? Вот смотрите, я же в том видео, которое я записал на азербайджанском и вчера вам послал, я же вам говорил, что читайте текст крайне внимательно. Вот смотрите, однажды ночью, возвращаясь домой, здесь есть смысл, да, что, мол, Ла откуда-то возвращается домой. Понимаете? Вот если вы в фильме просто покажете ночь, мол, Ла идёт, понимаете, и мы не поймём, куда, мол, Ла идёт, какого чёрта, мол, Ла ночью куда-то идёт, понимаете? То есть, и тогда мы ничего не поймём. Мол, а почему? Идёт, он специально искал какого-то пьяного, или он куда-то уходил, из дома куда-то ушёл, или домой идёт. Вы понимаете? Вот для того, чтобы было понятно, вы нам должны это показать, а прежде чем показать, вы должны нам это написать. Да, вы скажете, а в анекдоте же этого нету. Да, совершенно правильно. В анекдоте этого нету, потому что в анекдоте это жанр, по жанру своему, значит, объём имеет маленький, и, значит, поэтому здесь вот так написать можно, но снять тоже можно, но это будет непонятно, понимаете? Если непонятно, значит, это не лучшего качества фильм, а не лучшего качества фильм, потому что сценарий не лучшего качества. Поэтому было бы хорошо, если бы вы нам показали сцену, в котором мы бы поняли, что, мол, Ла ночью возвращается домой. Может, даже вы не покажете, откуда он идёт, хотя было бы логично объяснить нам, почему он, мол, Ла, как так получилось, где он задержался, где он был, и почему именно ночью вот он идёт домой. И тогда, значит, это будет отдельная сцена, а может даже и несколько сцен. Ну, например, да, вот я, например, вот сейчас экспромтом, сейчас, ну, один из бесконечного числа вариантов. Например, мол, Ла, значит, выходит из ворот дома и говорит провожающему его, спасибо, друг, ты очень знатно угостил меня, вот сейчас пойду домой. Вот, например, да, примерно так. И мы понимаем, что, мол, Ла был у друга в гостях, значит, поэтому он задержался, у них там и, наверное, застолье было, а потом они ещё сидели, играли, а может быть, играли в какую-то игру даже, или же просто сидели, разговаривали. И вот тогда понятно, почему, мол, Ла задержался так поздно и идёт домой, и, может быть, даже немножко навеселее, понимаешь, такой, ну, может быть, не выпивший, понятно, но, может быть, он какой-то вот радостный, вот получивший удовольствие и так далее, и так далее. И тогда мы понимаем, что вот, мол, Ла идёт, и ничего пока, ничего не предвещает, то, что вот он выходит и идёт домой. А уже по дороге вдруг он натыкается на что-то, там слышит стон, стон, я сейчас говорю от балды, допустим, экспронтом, слышит стон, нагибается, видит, что это человек, потом хочет его приподнять, посветить ему в лицо, допустим, лампой керосиновой, которая у него была в руках, потому что раньше фонарей, электрических фонарей не было, а это происходит на рубеже 19-го, 20-го веков. И вдруг он понимает, что, значит, это кто-то. Вот как нам передать, что мол, Ла узнал, мол, Ла восклицает, хозяга, это вы? И вот тогда мы понимаем, что да, это хозяга. Правда, хозяга пьян, он ничего, он бормочет что-то так, он ничего не понимает, и не узнаёт мол, Лу и так далее, он пьян. Вот, допустим, вот один из вариантов, здесь, правда, несколько сцен, то есть одна, он прощается с другом, другая, он идёт по дороге, и третья, он в определённом месте дороги натыкается на кого-то, и здесь происходит. Вот таким образом, вот этот абзац можно в среднем поделить на три сцены. У вас, значит, это всего одна сцена. Понимаете? То есть, когда вы, неважно, создаёте оригинальное произведение, или адаптируете, как в данном случае, что-то оригинальное произведение, вы должны всё выстроить, весь сюжет, композиционно, должны выстроить логично, чтобы всё было логично, понятно, чтобы маленький ребёнок и то мог понять, о чём идёт речь, чтобы не возникало вопросов, а почему, вот это любимый вопрос Константина Сергеевича Станиславовского, а почему, вот как только возникает этот вопрос, а почему, мол, идёт ночью по улице, куда он идёт? Понимаете? Мы же не можем выставить чтеца какого-то, ведущего, на экране, и чтец будет говорить, а вы знаете, однажды ночью возвращаюсь домой, мол, мы это должны всё показать, показать, и весь этот смысл, который дан в тексте, прозаическом, мы должны это передать, чтобы зритель понял, что, мол, откуда-то возвращается, возвращается ночью, понимаете? Ну, ночью понятно, вы можете, это съёмки будут ночью, понятно, что ночью, но он возвращается откуда-то и идёт домой, потому что, если мы просто, ещё раз повторю, покажем, что вот, мол, идёт, это раз, во-вторых, мы должны дать понять, что это, мол, или просто говорить друг, а друг называет его, мол, лой, насродином, и так далее, и так далее, и тогда нам всё понятно, кто этот персонаж, откуда он идёт, куда он идёт, и почему он так задержался, потому что это, ну, если с работы, то почему ночью, и так далее, и так далее, то есть мы это должны всё объяснить, вот эти три закона художественного творчества, всё должно быть, ваши сюжеты, всё то, что вы придумаете, должно быть всё логичным, обоснованным и последовательным, вот это три закона художественного творчества, которые вы должны запомнить на всю свою жизнь, если вы собираетесь быть писателем, таким образом, вот так вы должны выстраивать сцены, да, но пока что вам просто надо было разделить, и тогда как можно было разделить, что однажды ночью, возвращаясь домой, да, вот, возвращаясь домой, и здесь надо было бы разделить, здесь можно было бы поставить троеточие, потому что мы делим предложение, и тогда бы понятно было, здесь мы поставили троеточие, Понятно, что это продолжение этого предложения. Мол, вас заметил лежавшего на улице человека. Здесь написано «заметил». Но еще раз повторяю, логично, обоснованно будет, если вы опишите все это так. Это потом, конечно. Сейчас пока речь идет только о разделении на сцену. Но для того, чтобы разделить на сцену, вы это должны своим внутренним взором увидеть. Понимаете? Вот как я вам рассказал, то есть я это увидел, я вам это рассказал. Я еще ничего не написал и так далее. Я просто увидел это внутренним взором и вам рассказал. Точно так же и вы сначала должны увидеть, а потом только уже начинать вот этот текст, не свой текст писать, а этот текст делить на сцену. И вы должны придумать то, как он заметил. Здесь написано «заметил». А вот я вам обрисовал, как это может происходить. Понимаете? Как это может происходить? Потому что заметил это все очень неточно, очень приблизительно. А вот я вам описал, как это может быть в реальности. Подойдя ближе, он узнал в нем пьяного городского кози. А вот здесь, допустим, стоп. Стоп, 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 стоп. А, да, ну это же ваш, да. Это ваш текст. Вы здесь разделили, взяли, разделили на сцену. Вот я поставлю. Это ошибка. Красным, все, что я подчеркиваю красным, это ошибка. Желтым, ну это здесь просто я выделил желтым, значит, название. А обычно я, когда анализирую, красным я выделяю ошибки, желтым то, что надо отредактировать, а зеленым это мои замечания. Я выделяю то, что, вот это все я выделяю, анализ свой выделяю, значит, цветами. Красным, желтым и зеленым. Вот это ошибка, потому что, мол, ла, раздел его и унес, это та же самая сцена, что и вот в этом случае. Поэтому делить его на сцены, да, неправильно. Это ошибка. Дальше. Мол, ла, раздел его и унес всю одежду. Вот здесь мы можем показать, мол, ла, раздел его и унес всю одежду. Можем показать в этой сцене. Но кто-то может пожелать, показать, и как он несет. Уже другая сцена, допустим, да, мол, ла, раздел его и унес. И унес, понятно, что там он уносит, оттуда из той сцены выходит. И в следующей сцене мы можем показать по дороге, как он идет, и радуется, что вот, и так далее, и так далее. Но можем оставить, как есть. Так, следующая сцена. Проснувшись на рассвете, Кази увидел, что он совсем голый. Понимаете? Дело в том, что здесь вот все, понимаете, анекдоты, они, конечно, писались не самыми гениальными писателями, и поэтому здесь очень много нестыковок, очень много нелогичного, но вы, когда берете чье-то произведение, вы должны все довести до логического конца. Все обосновать, все выстроить логично, последовательно. То есть, поймите, что в те времена, когда не было электричества, значит, люди ложились с заходом солнца и просыпались с рассветом. Поэтому, если здесь говорится, что проснувшись на рассвете, Кази увидел, что он совсем голый, то на рассвете, скорее всего, уже там люди начинали ходить по улице, его могли заметить. Значит, лучше всего, если это, значит, ближе к рассвету это произойдет. То есть, не на рассвете, а ближе к рассвету. То есть, еще какие-то сумерки, еще так темно, он начинает рассвет, и вот вдруг от холода он просыпается и понимает, что ему холодно, потому что он голый. И смотрит по сторонам, и не понимает, где он, и поднимается, и начинает бежать. Понимаете? Вот так. Допустим, я это так увидел. Каждая из вас может увидеть это по-своему. Следующая сцена «Кое-как он добрался домой». Вот здесь, видите, значение «Кое-как он добрался». Значит, вот этот смысл, это то, что он... Одну минутку. Он... Вы должны показать то, как он шел. Кое-как он добрался. Он же еще был пьяный, это все не выветрилось из него, и так далее. Может быть, он прятался, может, уже какие-то люди, например, Чобан ведет стадо на пастбище, и может, он от него прятался где-то, потом от других людей прятался, и так далее, и так далее, и еле-еле от всех спрятался, его никто не заметил, и он добрался домой. Вот этот путь вы можете показать? Можете. И тогда здесь будет несколько сцен, не одна сцена. Понимаете? добрался домой. Вот кое-как он добрался, это одна сцена на самом деле. Кое-как он добрался, здесь мы можем поставить троеточие, здесь троеточие, домой, а вот уже домой, это уже дома, то есть, это уже интерьер, инт точкой, дом внутри, и вот он посмотрел, или же зашел, и весь дрожа громко сказал, будь ты проклят, я тебя найду, я тебя проучу, кто украл, кто украл всю мою одежду. И вот тогда мы поймем, что да, он поклялся проучить того, кто украл у него одежду. И здесь, видите, написано, поклялся, а потом, говорится, утро кози приказал сосуги. Значит, между вот этой сцены и между этой прошло определенное время. Значит, это было фактически ближе к рассвету и на рассвете, а утром это уже он, видимо, может быть, он принял ванну, искупался, оделся, может, даже вздремнул пару часиков в своей постели, а потом проснулся, приступил к работе и вот тогда уже утром часов, по-нашему, это часов в девять, а по-старому, может быть, это часов не в три-четыре, когда рассвет, да, потому что если мы возьмем, а в какое время года, скорее всего, это было летом, да, или нет, или здесь, здесь у него, так сказать, какая-то теплая одежда была, да, на нем. Ну, пусть это будет осенью или весной, но никак не зимой, потому что зимой голый он мог бы просто умереть, там, да, окочуриться. То есть, вы это тоже должны все продумать, когда это произошло, какая погода стояла, какая температура стояла, что на нем было одето, понимаете, одежду вы тоже должны, и какая одежда, это не сегодняшняя одежда, не костюм, там, шляпа, а это одежда девятнадцатого, начало двадцатого века, и вы, как писатель, должны изучать и историю, и этнографию, вот, утварь, потому что все это вы должны знать, даже, понимаете, то, что было сто лет тому назад, коренным образом отличается от того, что есть сегодня. Вы должны это все изучать. Какая была одежда, какие были прически, значит, как люди вообще выглядели, как они ходили, как они одевались, какие у них были манеры, вот это все вы должны знать, потому что вы не просто, понимаете, писатель, но вы, ну, как бы не просто примитивный писатель, а вы настоящий писатель. А настоящий писатель, он и драматург, он и прозаик, он и сценарист, и поэтому он это все должен фактически видеть внутренним взором, как Станиславский говорил, это термин Станиславского, киноленты воображения. То есть все, что вы пишете, вы прежде всего должны увидеть своим внутренним взором, и досконально в деталях вы это должны все увидеть, понимаете, досконально, потому что кино, телевидение, театр, оно требует доскональности. Какая будет одежда, какая будет утварь, какие будут детали, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сцену вы должны видеть, и все, что происходит в сцене, вы должны досконально, детально видеть, потому что все имеет какой-то смысл. Значит, и утром газета, следующая сцена, вот эта, приказал слуге, и слугу этого персонажа тоже вы должны увидеть, какой слуга, маленький, большой, толстый, худой, значит, как он одет, как он ведет себя по отношению к хозяину, и так далее, и так далее, и так далее, пойти на базар, схватить всякого, на ком окажется его одежда. Какая одежда? Вчерашняя, которую он, допустим, помогал одеть козе, понимаете, привести к нему. Как он это будет говорить? Вот здесь этих реплик, то есть диалога нету, но в вашем сценарии этот диалог должен быть, поэтому вам это надо все придумать. И потом я буду говорить, как это все делать, но факт то, что вы это все должно увидеть во всех деталях, все эти действия, которые здесь очень условно все прописано. Следующая сцена. В то же утро, мол, нас один, нарочно накинув на себя Абу Кази, и надев на голову его чалму, тоже вышел на базар. Вот смотрите, здесь, значит, что мы видим? Мы видим, мол, у нас один дома у себя, он, может быть, перед зеркалом одевает, красуется, и потом выходит из дома. Это одна сцена, интерьер. Возможно, мы потом его видим во дворе своего дома, и жена спрашивает молу, мол, мол, куда ты идешь в такую рань? Он говорит, а он говорит, иду на базар. Этого нету здесь, нету никакой жены, нету никакого выхода во двор, но вы должны это логично построить. И тогда здесь будет уже две сцены. А то, что он пришел на базар и начал ходить в Абе Кази и его чалме, это уже третья сцена. Поэтому здесь, вот в этом абзаце, никак не может быть одной сцены. здесь как минимум две сцены. Мол, на середине дома и, мол, на середине на базаре. Понимаете? А может быть и больше сцены. Дальше. Следующая сцена. Слуга Кази, узнав одежду своего хозяина, схватил Молу, привел Кази. Здесь все очень скобкано написано, но вы должны показать, как слуга Кази входит в базар, начинает искать и потом только находит человека, который красуется в одежде его хозяина. Хватает его и приводит Кази. Это уже вот как бы другая сцена. Как он его приводит, мы это можем тоже несколькими сценами показывать. Мы можем показать, как он ведет его по улице, как он приводит его к дому Кази, как они заходят в дом, и потом показать уже внутри дома, в коридоре, и как он из коридора вводит его в комнату, где Кази оказывается принимает людей, понимаете? То есть здесь, а вы это сделали одной сценой, но на самом деле здесь не одна, несколько сцен. Дальше привел Кази. Вот это уже как бы вы это выделили, да? Я еще раз повторяю, привел его Кази, здесь несколько сцен может быть, если уже Кази, уже в комнату где Кази, тогда это одна и та же сцена. И привел его, вот здесь может быть, еще раз повторяю, уже как они подходят к дому Кази, как они заходят в дверь, это одна сцена, экстерьер, и ведь зайдя в дом, они же сразу не попадают Кази, не может быть, чтобы у Кази дома сразу не было какого-то предбанника, какого-то коридора, холла, куда заходят, а потом уже в кабинет, где он принимает жалобщиков и так далее, и так далее. Вот это все надо продумать, сколько здесь вы видите сцен, понимаете? войдя к нему Молло увидел, что у того сидит много народу, здесь безусловно это все одна сцена, здесь никаких пустых строчек не должно быть, это все одна сцена, вы так написали, потому что посмотрели сценарный формат, но мы же, я же вам сказал, мы еще сценарий не пишем, мы только делим на сцены, а поэтому когда вы сейчас делите на сцены, получается, что вы пустыми строчками отделяете одну сцену от другой, а это все одна сцена, понимаете, вот отсюда до сих пор вот это все одна сцена, и не надо было понимаете, делать того, чего я вам пока не поручил, не надо было вот отдельно писать имена персонажей, тем более, что в формате никаких двоеточий после имен персонажей не пишется, более того, все имена в диалогах, все имена в диалогах пишутся с большой буквы всегда, и так далее, и так далее, об этом мы будем потом говорить, пока вы просто научитесь делить текст на сцены, так, это была работа Наргиз, Хасановой Наргиз, так, следующее, следующее у нас Сарыева Нармин, сейчас я открою, Сарыева Нармин, вот, да, я же сейчас скажу, главное-то, я не сказал, главное-то технические параметры, запомните, мои дорогие, в вашем деле, в литературном деле, это главное, это технические параметры, это то, как вы оформляете свою работу, существует жесткая универсальная значит, модель того, как надо оформлять, титульный лист, как оформляется сценарий, как сам сценарий оформляется, и запомните на всю жизнь, что вы, что бы ни писали, прозу, драматургическое произведение, сценарий, всегда пишите только и только, вот я сейчас выделю, у вас здесь калибри, основной калибри, да, шрифт, и 11, Кегель 11, на самом деле, вы должны писать только и только, я сейчас выделю и переведу это, значит, давайте посмотрим, а у Наргиз, вернемся к Наргиз, у Наргиз правильно, Курьер Нью 12, только вот заголовок неправильный, да, у нее Times New Roman, а должно быть, все, должно быть Курьер Нью и 12, да, значит, сейчас мы поставим правильно, так, дальше, давайте посмотрим у Наргиз, я вернулся с Сарыевой, а потом перейдем к Сарыевой тоже, значит, во-первых, не надо ничего выделять, но это предварительно, это то, что я выделял, вы оставили, но в тексте, который вы будете писать, никогда ничего не выделяете жирным, и никогда не пишите прописи, все должно быть строчным, так, значит, значит, потом технические параметры, это во-первых, название файла, вот вы здесь написали, адаптация, Наргиз Гасанова, первая редакция, и число, когда вы это написали, но поскольку у вас будет несколько заданий творческих, то в начале надо писать какое-то задание, первое, второе или третье, и третье какое, первое или второе, поэтому здесь надо было написать один точка, пробел, адаптация, Наргиз Гасанова, один, это редакция, первая редакция, следующее, то, что он пришлет, уже будет вторая редакция, и число, то число, которое вы мне, в тот день, значит, дата того дня, который вы мне посылаете. Вот эта редакция меняется, дата меняется, а все остальное будет оставаться как есть. Дальше, технические параметры, я уже сказал, курьер Нью, весь текст, вот выделили, курьер Нью, Кегель 12, дальше, вот, видите, значок абзаца, да, ну, до абзаца, давайте, вот, параметры страницы, открываем параметры страницы, я вам, не знаю, давал, не давал, но ничего, пока пусть так будет, но потом я вам дам, и, четко все файлы, вы должны в этом параметре, значит, ставить, вот здесь по умолчанию, надо поставить здесь эти параметры, потом по умолчанию, и всегда у вас будут эти параметры, я вам пошлю все, да, еще что, абзац, открываем абзац, и вот здесь везде должно быть, ну, прежде чем абзац открыть, надо выделить, Ctrl-A, выделяете, открываете абзац, и здесь у вас должно быть 0, 0, 0, 0, и одинарный, вот все правильно, у Наргиз в этом плане правильно, единственное, что параметры, поля, поля, значит, страницы, я потом вам, если не послал, пошлю, но мне кажется, я же вам послал, должны были посмотреть, так, теперь переходим к Нармин, вот я выделил, видите, калибри, значит, мы должны это перевести к Курьерню, перевели Курьерню, еще раз выделяем, ставим Кегель, правильно, 12, хорошо, дальше, то же самое, та же самая, значит, вот, да, вот видим мы, что здесь абзац неправильно поставлен, открываем абзац, и смотрим, видите, вот здесь должно быть, должно быть 0, здесь должно быть не 8, а 0, и здесь должен быть не множитель, а одинарный, ставим, и тогда смотрите, что у нас получается, что у нас получается, что вот у нас никаких пустых строчек нету, сцена 1, сцена 2, это ничего не надо было писать, просто надо было, вот, сделать так, значит, пустой строчкой, да, вот я сейчас поставлю, убираю все ваши эти, сцена, сцена, так, отсюда тоже уберем, так, значит, оригинальный текст, сейчас посмотрим, посмотрим, какой оригинальный текст, как он написан, как там текст оригинальный разделен на абзацы, вот смотрите, это на Армин Сарвей, однажды к Ази пришли два человека, они вдвоем купили верблюда, один из них уплатил 3 четверти цены, а другой одну четверть, и прибыль, которую они получили от перевозки урона, и прибыль они делили так, заплатившую больше пунктов, так далее, так далее. Ну, вообще-то этот анекдот, он немножко сложный, хотя, видите, маленький, но очень сложный, в плане того, что, вот смотрите, уже один абзац, а сколько вы здесь должны показать? До того, как они пришли, вы должны показать, правда, вы можете сразу все это раскрыть при Кази, тоже это вариант, то есть, они пришли к Кази и рассказали, перебивая друг друга, как они купили, на каких условиях, что произошло, когда они перебираются через реку, верблюд утонул, но кино, специфика кино заключается в том, что здесь очень мало надо рассказывать, и больше показывать. даже если они придут и здесь начнут рассказывать, то по законам кино вы должны флешбек, это называется флешбек, то есть, как бы, отход назад, то есть, вы показываете нереальное время, сюжета, а, значит, вот то, что было до того, это называется флешбек, то есть, воспоминания, да, воспоминания, или же мечты, сны и так далее, да, но обычно флешбек пишут. Я вам послал, если не ошибаюсь, Ольгу Смирнову, если вы посмотрели, там обо всем этом написано. Так, значит, поэтому, а можно не флешбек, а можно прямо начинать сюжет с того, что вот, как они купили, значит, или даже, значит, начать не с того, как они купили, потому что это может затянуть ваш сюжет, а с того, как они, перебираясь через реку, верблюд утонул. И тогда, вот, они в перепалке расскажут вот все то, что здесь написано, что они купили вдвоем, что этот заплатил столько-то, заплатил столько-то, каждый получал столько-то, и теперь требования одного, претензии одного к другому. Понимаете, вот это вы должны сами определить. Немножко сложно здесь для Сарыева и Нормин, но тоже задача, которую вы должны уметь решать, как адаптировать, как разделить на сцену вот этот сюжет. Давайте посмотрим, как вы это сделали. Вот, Сарыева и Нормин. Одну секундочку, я увеличу. Так, однажды к Азди пришли два человека. Вот мы просто просто взяли и разбили по предложениям, да, так сказать. Они, вот, однажды к Ази пришли, так, а потом, они вдвоем купили верблюда. Так, это будет в какой сцене? В той сцене, в которой они пришли, к Ази? Понимаете? Вы как это вы себе представляете? Я понимаю, что вы, может быть, это представляете, что вот они, однажды пришли 20 человек к Ази, вы это показываете экстерьер перед домом Кази, они ругаются и заходят, да? Другое, они сидят у Кази и начинают рассказывать, как они купили, может быть, даже здесь вы, отход у вас назад, то есть, флешбек, возможно, но это вы все должны видеть, понимаете? Если вы это видите, то прекрасно, если вы это просто, значит, формально взяли, разделили, не видя это внутренним зонам, то, конечно, это плохо, потому что они вдвоем купили и прибыль, это все одна сцена, это все вы должны, в каком плане одна сцена, что, понимаете, или вы это должны показать в одной сцене, да? или об этом рассказывают сидя у Кази каждый из них, то есть, опять же, это одна сцена, понимаете? Потому что здесь условия, они давно купили верблюда, да, вы можете показать, как они на базаре купили верблюда, как один платит три четверти, а другой одну четверть, и как, вы можете показать, да, где-то они сидят и договариваются, что вот я заплатил столько, поэтому прибыль будем делить столько, вот тогда, да, тогда можно это, как бы разделить, что это в чаях они сидят, значит, или даже до этого они договорились, что вот я заплачу столько, а ты столько, или же во время, когда они покупали верблюда, они тут же уговорились, что, да, мы покупаем за такую-то сумму, я плачу столько, ты столько, но тогда прибыль будем делить так-то, так-то, так-то. И потом вы можете показать, как они действительно работали, как они делили, и один раз, и второй раз, и это будут разные сцены, понимаете, разные сцены, заплативший больше, получал три четверти, заплативший меньше, одну четверти, и так далее, и так далее, то есть, это все вы должны описать, и чтобы зритель, который будет смотреть фильм по написанному вами адаптированному киносценарию, он все понял, понимаете, то есть, зритель, читатель, у него не должно возникать вопрос, а почему это произошло, он все должен логично понимать, понимаете, и вот другая сцена, как-то перебирающаяся реку, верблюд утонул, верблюд утонул, значит, да, это может быть прямо вот речка, верблюд тонет, они перебираются, верблюд тонет, но они должны перебраться на ту сторону, это будет уже другая сцена, и там у них начинаются разборки, понимаете, поэтому, скорее всего, логично было бы, если бы вы здесь разделили, понимаете, они же не могут начать спор прямо посреди реки, верблюд утонул, и тут же в реке они начинают спорить, что кто заплатил за это больше, стал требовать другого возмещения, они должны прийти в себя, они должны, они пережили этот стресс, понимаете, и только потом они начинают это, предъявлять какие-то претензии друг к другу, вот, его цена был, не мог ему заплатить, значит, и потом они, значит, тот, кто больше заплатил, он говорит, я тебя отведу, козе, и снова, мы возвращаемся вот сюда, да, но сюда как, если мы здесь показали, как они заходят к козе, значит, здесь мы уже показываем, как они сидят у козе, и, значит, вот перед козе, и, значит, заканчивают свой этот рассказ, да, который мы показали флешбеком разных сценах, худший вариант, это когда просто они пришли к козе и стали все это рассказывать, понимаете, это самый худший вариант, так, к тому же бедняк говорил, правда, что он заплатил, тогда козе позвал моллу, вот, вот смотрите, здесь моллу на середине нету, значит, они рассказали козе, козе думал, думал, ничего не придумал, и тогда говорит своему, значит, слуге, отправляйся к моллу на середину и позови его, или же тогда вы должны что-то придумать, где был моллу на середину, понимаете, может быть, моллу на середину только что вышел от козе, тогда козе говорит, иди догони моллу на середину, пусть вернется, здесь есть проблема, которую он поможет мне решить, тогда все в этой сцене, потому что если там промежуток времени большой, то это уже другая сцена, если место не меняется, локация не меняется, но время меняется, то, значит, это другая сцена, понимаете, но мы можем здесь подождать, допустим, ну, полминуты, допустим, вышел слуга, а в это время продолжаются какие-то уточняющие вопросы козе, и через, допустим, несколько 20 секунд, полминуты, дверь открывается, и сюда, в комнату, заходит молла на середину, тогда сцена остается одна и та же, понимаете, и тогда вот это деление не нужно, это все продолжение одной и той же сцены, здесь у Кози, Кози позвал моллу на середину, молла выслушал жалобу, то есть, опять они повторяют все это, молле, и начинают, молла, решать каким-то образом вот это. То есть, еще раз, у Сарыева и Нармин, конечно, сложная ситуация, потому что здесь много чего, много каких сцен можно и нужно придумать, чтобы все было логично, обоснованно, последовательно, чтобы не возникало вопроса, а почему, это любимый вопрос Станиславского, наверное, вы слышали, да, тогда он вел репетицию, то он часто останавливал репетицию и задавал этот вопрос, а почему вы, актер, отсюда перешли сюда, и почему вы так посмотрели, почему вы сделали такое движение, и так далее, а почему, ну, смысл в том, чтобы все, что делается, было естественно, понимаете, все это было естественно, чтобы это было все почему-то, а не потому, что человек себя не контролирует, и так далее, и так далее. Так вот, хорошо, Сарыевой тоже, Нармин, завершили, переходим к Гасановой Наргиз, у нее Носи на здоровье, да, Носи на здоровье, нет, переходим к Алиеву Нигяру, у нее цена оплевухи, цена оплевухи, сейчас посмотрим, так, вот то же самое, ну, во-первых, Нигяр, да, или, вы даже имя не написали, понимаете, поэтому, кто это, Алиева Нигяр, Нигяр, вы даже не написали свое имя, сразу пишете сцена, написали то, что писать не нужно, да, и сейчас я вижу, что у вас здесь, а ну-ка посмотрим, сейчас, абзац, видите, абзац, параметр уже, 10, вот здесь, должно быть 0, здесь множитель, а должно быть одинарное, видите, вот я поставил так, как должно быть, одну пустую строчку, а не две, да, дальше, так, вот видите, непонятно, стоп, вернем это, значит, здесь, так, но тогда надо соединить, чтобы я не путался, понимаете, а то я могу понять, что это сцена отдельно, у вас это все единая сцена, так, то есть, вы все сохраняете, как в тексте, просто пустой строчкой выделяете, отделяете одну сцену от другой, так, значит, у вас в тексте всего, я так понял, три сцены, да, ну, вряд ли, что это так, ну, давайте, однажды, когда, мол, шел по дороге, какой-то незнакомец, ударил его сзади, по шее, мол, обернулся, убедил, что смутился, извините, мол, мол, был очень радостен, потащил обидчик к козе, так, хорошо, да, это можно показать одной сценой, но можно показать и двумя сценами, можно показать тремя-четырьмя сценами, вот я сейчас вам объясню, однажды, когда мол, шел по дороге, вот возникает, куда шел мол, понимаете, в каком он был настроении, понимаете, то есть, вот если он так среагировал, а вы читали этот текст, то, скорее всего, он не был в дружелюбном настроении, он не был в радужном настроении, понимаете, он был сосредоточен, он был серьезен, может быть, он был зол, и тогда мы должны объяснить, почему мол, мол, был в таком настроении, что так среагировал, понимаете, потому что он мог бы по-другому среагировать, но человек обознался, и так далее, и так далее, действительно обознался, смутился, покраснел, понимаете, одно дело, что если бы тот специально ударил бы, да, издевался бы над моглой, тогда это другой вариант, понимаете, другой вариант, тогда, но здесь, если опираться на содержание самого анекдота, то мы этого не видим, что мол, что этот человек издевался над моллой, он, скорее всего, действительно, сзади принял моллу за своего товарища, друга, и ударил его, потому что в противном случае он бы не смутился, не покраснел бы, и не начал бы просить прощения, а если бы и начал просить прощения, то просил бы с издевкой, и наверняка вокруг были бы люди, и они бы смеялись, то есть он играл бы на публику, но здесь этого ничего нету, значит, он действительно ошибся, понимаете, но тогда возникает вопрос, а почему молла так среагировал, он был рассержен и потащил, значит, он до этого, когда шел по дороге, он уже был серьезен, строг, почему, куда он шел, по какому делу, вот это вы нам должны показать, и показав, объяснить, поэтому здесь может быть не одна сцена, а несколько сцен, далее, случилось так, что обидчик оказался одним из друзей Кази, тот узнал, вот дальше, до этого, молла был очень рассержен, потащил обидчика Кази, здесь нет, правда, потащил, то есть, подразумевает, что он его вел по улице, и вполне возможно, это еще одна сцена, как он его вел, как тот просил его отпустить, значит, простить его и так далее, и так далее, то есть, это еще одна сцена, может быть, да, дальше, как они пришли Кази, подошли к дому Кази, постучались, открыл слуга, дверь, они ему объяснили, вернее, Мула объяснил, они прошли, стояли в предбаннике, ждали, когда Кази освободится, или же Кази был свободен, то есть, вот это, каждый раз, это разные сцены, перед домом Кази, это одна сцена, в предбаннике, значит, в коридоре, перед приемной комнатой Кази, это другая сцена, в комнате Кази, приемная, это третья сцена, понимаете, и дальше идет, значит, диалог, Кази посылает этого человека, значит, домой, за деньгами, но намекнул, чтобы он не возвращался, и тогда, значит, вот здесь, локация остается, а сцены меняются, почему, потому что проходит час, новая сцена, вы показываете, что прошел час, и может быть, даже у вас будут титры, сценарий, прошел час, мол, лаерзает, говорит, Кази, уже час прошел, а он не пришел, проходит два, новая сцена, локация остается, время меняется, понимаете, ведь определение сцены какое, единство места, и времени, единство действия, то есть, а здесь нету, единство времени, единство действия, прерывается, значит, новая сцена, и, наконец, значит, поняв, в конце концов, поняв, что обидчик не вернется, и, скорее всего, прошло не два часа, а больше, мол, ла, говорит, что я, значит, не могу ждать, и так далее, и так далее, и так далее. вот, значит, я показал вам на трех примерах, принцип деления текста, любого оригинального текста, в том числе, своего, в дальнейшем, в дальнейшем, будьте, да, и это я вам сказал, уже, еще раз повторяю, никогда не пишите сразу, ни драматургическое произведение, ни сценарий, только проза, только прозаическое произведение, а потом вы будете его адаптировать, захотите для театра в пьесу, захотите для анимационного фильма, сценарий анимационного фильма, захотите для игрового фильма, сценарий игрового фильма, захотите для телевидения, телевизионный сериал, значит, как сценарий телевизионного сериала, и, значит, в то же время у вас будет на руках прозаическое произведение, которое вы можете напечатать в журнале, в книге и так далее, То есть, одним выстрелом, когда вы пишете про заическое произведение, одним выстрелом вы убиваете сразу пять зайцев. Вот это запомните, запомните на всю жизнь, что никогда не пишите сразу сценарий. Так, вот на этом я завершаю этот анализ, я вам это все пошлю, и вы, пожалуйста, думайте, думайте, и уже начинаете писать сценарий по формату, по формату литературного киносценария. Продолжение следует...